Строгое соблюдение мер безопасности – одно из важнейших условий работы учреждения образования. К новым правилам, которые позволяют не распространять вирусы, объекты образования уже привыкли. А вот насколько ответственно к ним относятся, проверил глава округа Владимир Ружицкий. 6,6. Температура в норме, значит, можно смело приступать к обучению. В 46-й гимназии такой контроль начальные классы проходят еще и в течение всего дня. Одновременно в учреждении может находиться до половины всех учеников. Чтобы разделить потоки, ребята приходят в разное время. Первые начинают грызть гранит науки в 8 утра. Последние смены уходят в 5 часов вечера. За здоровье детей, вы сами знаете, что это приоритет. Поэтому, когда все началось, мы в первую очередь закупили все детсредства, несмотря на то, что у нас было на сегодняшний день гораздо больше. Каждое утро, у нас до 9 часов, каждый учитель должен дать информацию, сколько детей отсутствует и по какой причине. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. В них теперь стоят бактерицидные лампы. При малейшем недомогании родители просят оставить ребенка дома. Чтобы не распространять инфекцию между классами, игры в коридоре тоже ограничены. Эти вопросы находятся в поле зрения администрации. Мы стремимся, по крайней мере, руку держать на пульсе, постоянно мониторим, что произойдет в школах от лани безопасности. У педагогов, как и у других работников школы, часть униформы по новым требованиям – медицинская маска. К детям в этом плане требования слабее. Они могут носить этот аксессуар по желанию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.